Все люди, мы все когда-нибудь умрем, и когда мы умираем, наша душа покидает тело, и душа отправляется в путешествие, в место под названием Барзах, где она ожидает наступления судного дня, и там же будет спрос двух ангелов, которых зовут Мункар и Накир. А когда наступит судный день, наша душа вернется на землю, чтобы воссоединиться с нашим телом, после чего душа вместе с телом попадет в рай или же в ад. И когда наше тело опускают в могилу, она становится свидетелем, когда за нами совершают джаназа-намаз во время похорон, и мы слышим звуки шагов яя тех, кто уходит после наших похорон. И вот когда все ушли, к нам подойдут два ангела, которых зовут Мункар и Накир. И начнется спрос. Во многих сборниках хадисов, таких как Марас аль-Ата, говорится об описании этих ангелов. Цвет этих ангелов синий-черный, а их волосы воротятся по земле, их клыки распахивают землю, их голос как гром, а их взгляд как молния. Они несут с собой железный молот, и даже если все люди и джины на земле соберутся вместе, чтобы поднять его, они не смогут этого сделать. Эти ангелы усадят умершего, и он увидит, как закатывается солнце. Его могила раскроется так, что мы увидим солнце, как передается об этом в хадисе Джабара ибн Абдуллаха. Что они, то есть Мункар и Накир, они зададут вам три вопроса. И это самые важные вопросы, которые вам когда-либо задавали. Это три самых важных вопроса, на которые вы когда-либо отвечали. И это вопросы. Какова твоя религия? Кто твой Господь? Кто твой Пророк? И, мои братья и сестры, сегодня мы поговорим о двух вариантах о том, как верующие и неверующие будут отвечать на эти вопросы. Если умерший из числа верующих мусульманин, то он ответит, мой Господь Аллах, моя религия Ислам, мой Пророк Мухаммад, мир ему и благословение. И после этого ангелы скажут, мы знали, что ты убежден. Затем они скажут, посмотри налево, и ему будет открыта дверь в огонь, и ему будет показан ад, и ему будет сказано, это было бы твоим пристанищем, если бы ты ослушался Аллаха. Затем ему будет открыта дверь в рай, и он увидит наслаждение и радость этого места. Он увидит горы, дворцы и все великие наслаждения, которые есть в раю, и о которых мы даже не можем себе представить, насколько они велики. И ему будет сказано, это твое пристанище, пока тебя не воскресит Аллах, свят он и велик. Затем к нему подойдет человек очень приятного внешнего вида, и от которого будет исходить очень приятный запах. И он скажет, кто ты? У тебя лицо человека, который приходит с благом. И он скажет, я твои праведные дела, клянусь Аллахом, я знал тебя только как спешащего в подчинении Аллаху, свят он и велик, и медлящего в ослушании Аллаха. В его могиле будет расстелена ложа из рая, а сама могила будет расширена на расстоянии взора, а затем ему будет сказано, «Спи сном жениха, которого будут только самые любимые для него люди, и загробная жизнь пройдет для него за период длины молитвы от духа». И, мои братья и сестры, и вы наверняка спросите, как человек может одновременно спать и наслаждаться наслаждениями? На самом деле все просто. Сон этот будет сон для тела умершего мусульманина, будет пребывать в состоянии сна, подобно сну жениха. А что касаемо душ умерших верующих, то они находятся в раю, и они вкушают плоды райских деревьев. А что касается их тел, то они находятся в могилах и спят сном жениха. Затем это тело истлеет, и от него не останется ничего, кроме копчика, и загробная жизнь пройдет для него длительности молитвы от духа, как мы уже говорили ранее. И, мои дорогие братья и сестры, есть люди, которые умерли десятки, а то и сотни тысяч лет назад. Но если бы они были из числа мусульман и верующих, то это невероятно долгий срок в ожидании судного дня, станет для них времени, за которое совершается молитва от духа. Затем этот верующий мусульманин поднимается, как и все люди в судный день, для воскрешения и сбора. А что касается нечестивого и неверующего раба, то ангелы Мункар и Накир усадят его и зададут те же три вопроса. Кто твой Господь? Какая твоя религия? Кто твой Пророк? И даже если он узнал при мирской жизни правильные ответы, то не уверовал, то он скажет, «Я не знаю». Я слышал, как люди говорили что-то и говорил это. Когда ему скажут «ты не знал» и «не читал», и тогда его ударят железным молотом. И если бы этим молотом ударили по горе, то гора бы рассыпалась в прах. Только представьте, братья и сестры, и он закричит так сильно, что его услышат все, кроме людей и джинов. Затем к нему придет человек с крайне неприятным внешним видом и крайне плохим запахом. Умерший спросит его, «Кто ты?» На что тот ответит, «Я твои скверные дела, клянусь Аллахом, свят он и велик, я знал только как торопливого в ослушании и медленного в подчинении ему». Затем ему скажут, «Посмотри направо», и ему будет открыта и показана дверь в рай. И затем ему скажут, «Это было бы твоим, если бы ты подчинялся Аллаху, свят он и велик». А затем эта дверь будет закрыта для него, и откроется дверь в ад. Он увидит долины ада, его гной и ужасы, дерево закум, и затем ему будет сказано, «Это будет твоим пристанищем, пока тебя не воскресит Аллах, свят он и велик». Тогда этот человек скажет, «Господи, пусть этот час никогда не настанет». То есть, мои дорогие братья и сестры, этот человек знает, что если час, то есть день воскрешения, настанет, то это будет его плачевным концом. Затем его могила станет одной из ям ада, как сказал Аллах, свят он и велик в Коране. «Огонь, в который их ввергают утром и после полудня, а в день наступления часа, подвергните рот фараона самым жестоким мучениям». Сура Гафир, аят 46. Таким будет положение неверующего, пока его не воскресит Всевышний Аллах, свят он и велик. Верующий, находясь в своей могиле, будет пребывать в наслаждении и радости, а неверующий и нечестивец будет пребывать в наказании, страдании и горе. Затем, перед началом судного дня, протрубят в рог, и все души вернутся к телам, а тела будут восстановлены, даже если от тела остался прах, который развеяли по ветру. Как сказал Аллах, свят он и велик в Коране, протрубят в рог, и вот они устремляются к своему Господу из могил. И затем наступит судный день, по результатам которого каждый человек будет спрошен, и он попадет либо в рай, либо же в ад, в ад навсегда или же временно. Мы просим защиты у Аллаха от мучений в огне для всех верующих наших братьев и сестер. Амин». Мир вам и милость Аллаха, мои дорогие братья и сестры. Аминь. Аминь. Аминь.